Здравствуйте, девочки, девочки, хозяюшки! Всем огромный привет! И сегодня я хочу вам показать, как я закрываю перец. Поел его не гряд. Перец, который, ну я его называю чехлы. Для чего я это делаю? Вот такой перчик я закрываю. Для того, чтобы зимой его можно было фаршировать. Конечно же, у кого есть морозильные камеры, я сама это делала часто, я целую сетку замораживала прям уже сразу с фаршем, с рисом. Все готовое у меня было. Я сетку замораживала, потом просто доставала, жарила и все, готовила так. А так как мы все хотим сохранить, получи свой урожай, мы же хозяйки хорошие причем, то вот этим рецептом, и мы пользуемся уже очень много лет, меня этому рецепту научила моя мама. Конечно же, она закрывала в трехлитровых банках, а я закрываю в двушках. Я сегодняшнее видео посвятила вам, именно вам, потому что у меня достаточно банок для того, чтобы мне зимой его было фаршировать. Но думаю, надо обязательно вам показать, а так как не пришлось мне раньше снять, поэтому я сегодня показываю. Что я для этого буду делать? Как вы видите, баночка у меня уже подготовлена. Там у меня лежат листики вишни и два зонтика укропа. Вы вообще можете класть что угодно, вообще можете это даже не класть, потому как если вам не нравится. Ну я вам, так как я с вами делюсь своим рецептом, вот все, что мы готовили много лет, так и я вам продолжаю показывать это же самое. В поваренной книге оно у меня записано было. Сейчас я приготовила здесь три лавровых листа. Я его готовлю с аспирином и с лимонной кислотой. Тут вот у меня баночка, я написала, ну вырезала. Вот я взяла, приготовила перец горошек, вот здесь у меня соль, а вот здесь у меня, честно сказать, жаба задушила, что-то готовила и вот посушила горький перец, чеснок и петрушка. Ну не выбрасывать же мне все это. Сейчас ложечку отправлю сюда и замариную. И все, вот таким способом я буду его мариновать. Что мне для начала нужно, это я его сейчас должна вычистить. Я взяла примерно одинаковый перчик, здесь у меня, наверное, 12 штучек, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я, конечно же, постараюсь его весь впихнуть. Вот смотрите, если он у вас уже полежит, вот как этот у меня, я сорвала, он полежал и поспел. Видите, он подсох и воды в нем, влаги в нем меньше, он сморщенный встает. А вот этот вот у меня только с огорода, я его сорвала сегодня. И поэтому, конечно же, вот такой вот перчик класть в банку будет гораздо удобнее, он мягкий. А вот этот вот перчик будет сложнее, он очень жесткий и, не дай бог, он будет ломаться. Нам этого не нужно. Поэтому сейчас я сколько войдет, столько и буду класть. Лишнее я утрамбовывать туда не буду. Мне это не надо. Я продолжаю очищать перчик. У меня, к сожалению, нет штучки такой, которая чистит перчик. Ну, когда-то у меня была. Раз вставил, прокрутил и прелесть просто. Сейчас не знаю, где она. Старая, правда, но была. Может, у вас есть так. Пользуйтесь. Ну, что, девочки, очищаем перчик. И я пока с вами немножко поболтаю. Ой, девочки, вы такие молодцы вообще. Пишите мне такие комментарии замечательные. Я, конечно же, стараюсь на все ответить, когда у меня есть время особенно. Мне очень нравится. Вы большие молодцы. Продолжайте в том же духе. И еще, девочки, вы меня просите, чтобы я снимала видео о баклажанах. Ну, к сожалению, я, кстати, купила немножко, но я хотела их заморозить, пожарить и заморозить. Я уже вам говорила, что я не люблю жареные баклажаны. А встретила свою знакомую, ой, вернее, заговариваюсь, я не люблю замороженные баклажаны. Ну, тут я встретила свою знакомую, и она мне говорит, слушай, знаешь, как надо заморозить баклажаны? Я говорю, я так тортик люблю. Она говорит, а ты их пожарь и заморозь. Я говорю, ну, вообще классно, точно, надо заморозить жареные. И даже, по-моему, мне кто-то в комментариях тоже написал. Ну и вот, теперь я хотела их специально пожарить и заморозить, и зимой тортик приготовить. Некоторые спрашивают, сколько мне лет, что у вас такой голос молодой, а мне, девочке, в этом году будет 50. Представляете? Жалко, что возраст нельзя изменить. Полвека уже ты на этой земле. Да, вот такая я уже стою, 50-летняя. И со мной уже 31, 32 уже будет. Ё-моё. Я продолжаю очищать перчик. Вы, девочки, спрашиваете, что вас интересует? Я вам все расскажу. Вытряхиваю его, трясу, лишь бы семечек не было. А почему, девочки, я в этом году не знаю, получится у меня заморозить или нет? Морозилка заполнена. В одной морозилке 4 корзины. Ну, там одна корзина собачьего мяса. Куда без этого? Собаке надо тоже варить. Три там всякие куски мяса. А в одной морозилке что у меня там заморожено? Чавель заморожен, укроп заморожен, что еще у меня там? Лук зеленый заморожен, ягода целая сетка. В общем, не знаю, что-то всего напихала, а чупутнего-то и нету. Помидоры хочу заморозить, тоже не знаю, куда все складывать буду. Ну вот, девочки, пока я с вами тут проговорила, мне так с вами весело стало, я и почистила перчик. Девочки, пошла я помою перчик. Ну вот, девочки, я его помыла, теперь я начинаю его утрамбовывать. А как я его буду утрамбовывать? Сильно-то тоже не могу, потому что сломается. А ты как-то раньше один в один вкладывала? Один в один, да, когда у меня совсем вот аккуратненькие. У меня там есть в банках один в один, по-моему. Сейчас постараюсь. Видишь, как не получается. Они у меня разные, хоть я и выбрала помельче. Давай заглянем в банку. Ну давай. Посмотрят. Девочки, посмотрите. Девочки, ку-ку. Юра, что ты за человек такой? Опять насмешил меня. Мне смешинка в рот попала. А сколько у меня было? 12 перчиков? Ой, ну все я не сложу. Ой, девчонки, так пальцы болят. Знаете, что делала? Выкопала морковь, а она... Я знаю, я знаю, как слышать. Девчонки, пусть попросят своих мальчишек помочь им. Ну, знаешь, я тоже могу туда пихануть со всей силы. Я не хочу этого. Дай расскажу, почему у меня пальцы болят. Выкопала морковь, и она мелкая оказалась. Ну, я же вообще обалденная хозяйка. Чтоб не пропала, я давай ее тереть. И ведро натерла, заморозила. Ну, совсем мелкой. Ну вот, девочки, дорогушки. Так, как бы мне этот не приметь. Десять штучек. Отлично, нам с тобой хватит. Сейчас я его... На всю зиму? На раз! На всю зиму. Так, девчонки, я сейчас там у меня варится кипяток крутой. Я сейчас буду им заливать. Если я буду есть перец зимой, на всю зиму одну банку, я много наработаю. Девчонки, пока у меня там кипяток заваривается, я вот вам покажу. Видите, вот это у меня вишня без косточек, облепиха на зиму. Там вишня с косточками, а это вот для пирогов, специально, чтобы пироги стряпать, короче. Здесь у меня... Ой-ой-ой! Здесь у меня перец замороженный для супов, для заправок. Вот морковь у меня меленькая. Вот в таких вот пакетиках я наложила. Здесь у меня лук зеленый. Ничего не слипается, да? Да, здесь у меня чесночные стрелки, здесь у меня щавель, укроп, вот в таких вот мешочках. Здесь у меня пока беспорядочно что-то морковь просто так положила. Ну, а там у меня укроп, лук. О, там сальное, сало, сало. Сальная намазка. Девчонки, я вскипятила крутой кипяток. С плитки сняла. Просто в кастрюльке. У меня такая замечательная кастрюлька. Эту кастрюльку я дарила своей свекрови. Валентине Михайловне. Ну, вот она умерла. Наследство нам досталось. И кастрюлька в наследство. Вот смотрите, девочки, я залила кипятком, прикрою крышечкой. И пусть это у меня постоит минут 5-7. Для чего? Ну, перец забланшируется в кипятке. Что такое бланшировать? Даже, как сказать, чтобы чтобы его он не такой был. Ну, чтобы не взорвалось потом, я так думаю. Не знаю. Как меня мама учила, объяснить не могу. Нужно и все. Наверное, какие-нибудь микробы убить с него. Потому что я же его стерилизовать-то не буду. Сейчас сливать будешь эту воду? Да, буду сливать. И опять кипятить. И опять кипятить. И именно буду эту воду сливать и кипятить. Вот у меня свекровь, она заливала огурцы по 2-3 раза. И она воду сливала, вообще выливала. А я говорю, а зачем вы сливаете воду с огурцов и ее выкидываете? Ну, вы же все выливаете хорошее, но почему бы ее еще раз не скипятить? Ну, вот мы потом с ней делали и еще раз кипятили эту воду. У свекрови, свекрови, вернее, мама в раннем детстве умерла в ее, поэтому учить ее некому было. Вот, поэтому ты вот свою дочку научишь правильно бланшировать. А дочке надо это? Дочке ты особо-то и не надо это, я так думаю. Ой, девчонки, засучила рукава. Надо побежать прихватку взять, ну, невозможно же. Ой, ой, ешеньки. Ой, что ж я надела, девочки? Я же купила приспособу себе новую. Я, как всегда, ворона. Ну, какая красота. Офигеть. На, на технологии. Не говори. Тебе надо заявку подавать. Это я купила. Так, я ставлю и варю до крутого кипятка. Просто вода. Я сейчас закидываю сюда лаврушку. Две таблетки. А лаврушка-то не стерилизованная. Ну, что, так пойдет. Пойдет? Да. И, как я уже сказала, готовлю по маминому рецепту. Кладу две ложки соли. А я, когда по-своему делаю, я еще сахарок подсыпаю. Так, а тут у меня зеленушка. А, надо сказать, водичку-то слила. Запашок. Обалдеть. Сейчас заливаем крутым кипятком под полотенце и до утра. Вот что ты туда-сюда эту банку? Сейчас скажут оператор хреновый. А, ну да. Подождите, я же что? Я же лимонную кислоту еще забыла. Вот смотрите, я на кончике столовой ложки пила. Девочки, оператор здесь ни при чем. Это вот эта девочка, вот эта, сильно быстрая она. Да что у меня сейчас быстроты-то нет. Старые прихватки, опять скажете, вот все, такое старое. Старое, как я сама. Ничего нового не покупаю. Детка чего. Все жмутится, жмутится. Не буря. А знаете, у нас есть кухонный гарнитур, кусок от кухонного гарнитура, которому лет, как мы поженились, мама купила нам этот кухонный гарнитур и он лежал собранный. А когда мы сюда приехали, то мы его с собой привезли и собрали. Мы им пользовались много лет. Потом, когда мама переехала в квартиру, мы им отдали, они еще пользовались. А потом они нам снова отдали, и мы оттуда два шкафа взяли и ими пользуемся. Представляете, сколько ему лет. Мы такие консерваторы. Мы боимся что-то старое выкинуть. Хотите, я вам покажу, кстати? Вот эти два шкафчика я их взяла, клеила этой пленкой. Рукодельница? Да, старое у меня все страшно. Ну вот, все выставлено. Старое, но чистое. Я за этим слежу. Тут у меня особо ничего нет. Кастрюльки, которыми я пользуюсь. Ну, все показала. Чашечки. Ну, мне не жалко, а то пишут там засранка, еще что-то. Ну, как есть. Вот все старенькое. Не виновата я. А тут у нас водичка. Мы воду-то возим. Мы же воду не пьем, у нас вода-то невозможно. Всем с вами поделилась. Все, заливаю. Смотрите, видели, да? Все показала, рассказала. Запах обалденный вот от этой вареной воды. Это уже не вода, это уже эликсир. Там таблетки, видите, растворятся скоро. Девочки, если вы не хотите с таблетками, кстати, с аспирином, многие же пишут, что аспирин это вредно, вы можете заменить это уксусом. Правда же? Ну, конечно. Вот смотрите, таблетки растворяются. Юр, я не могу что-то закрыть. И к утру их уже не будет. По-моему, уже закрыла, да? Я думаю, да. Сейчас переверну в полотенце. Сейчас покажу, девочки. Ну что, девчонки, красотульки, хозяюшки, все, я закрутила. Ну, уже таблетка растворилась. Так, не дергай, ты иду в банку. Ну, я покрутила, посмотреть. Если вам понравилось, ай, как я закручивала и как закрывала, смотрите, пишите, комментарии, ставьте лайки, предлагайте свои рецепты. Ой, может, я сниму что-нибудь. Так, в старенькое полотенце. Ой, закашлялась. Все, стоит до утра. Потом покажу, как это у меня хранится. Там, там, там. Вот, обещала Лариса показать, где она хранит, чего хранит. Я показываю, как я храню перчик. Вот, хранится у меня перчик. Вот, и в трехлитровых банках есть. Вот так все хранится у меня. Ну что, девочки, на этом я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Всего хорошего. Хороших вам удачных заготовок. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok